всем привет давайте создадим метку для того чтобы по миссии ходить допустим либо искать какие-то предметы то есть допустим наш персонаж может взять у кого-то миссию и он направит в определенное место где мы будем видеть куда нам надо примерно идти так смотрите нам надо создать что во первых надо actor создать которым мы будем как раз таки все размещать ну или почти все давайте это назовем если метка также здесь создадим на виджет blueprint это у нас будет виджи метка также давайте сюда экспортируем импортируем изображение ну примерно вот эти два если закинуть давайте виджет зайдем сюда мы кинем image размер сделаем небольшой для того чтобы по всему экрану не разлеталось изображение ну вот прям в принципе вот так давайте поставим какой-нибудь допустим это далее мы здесь накиднем некоторый текст ну допустим это будет размер длина скажем до места точнее до дистанция необходимо куда бежать так напишем нолик принципе достаточно по центру расположим ее так можно еще давайте сайс сделаем в районе 20 еще один накинем сюда пусть это будет у нас наименование тоже так же посередине размер 22 можем поставить shadow немножко тени ну в принципе окей да все далее виджете мы должны зайти в граф и здесь нам нужен тик во первых в тике мы будем прописывать мы во первых будем искать наши метки во всем мире это get all actor of class но для того чтобы расположить несколько меток в мире нам нужен будет тег в данном случае класс with tag здесь мы выбираем наш класс мы его создали и си метка вот так давайте создадим переменную с помощью нее мы будем определять все это теперь вытаскиваем get далее нам необходима такая штука как distance get distance 2 мы будем определять нашу метку от нашего персонажа наш персонаж это get player character но так как у нас дистанция в игровых единицах нам это необходимо разделить на 100 делим на 100 и примерно у нас получается вот такая вот история да чтобы это все было без запятых нам необходима truncate и здесь у нас целая числа получается теперь смотрите нам нужно записать вот эти значения но для того чтобы их записывать нам надо их из variable сделать то есть мы их должны видеть вот сейчас мы их видим нулевая это дистанция соответственно мы вот здесь пишем set текст и подсоединяем все это чтобы нам текст записать давайте мы сначала подключим у нас вот такая вот штука появится но она нам не нужна наверное да давайте для удобства создадим переменную виде стринг нам нужно всего лишь append вытащить отсюда в данном случае мы подсоединяем сюда вот она уже автоматом нам подсоединилась здесь truncate мы подаем первое значение ну а здесь мы пишем пробел допустим метр буквку м чтобы мы могли определить сколько метров у нас до необходимого необходимой точки сохраняем теперь смотрите у нас зайдем метку мы здесь должны поставить наш виджет наш виджет и выбираем наш виджет это у нас виджи метка у нас стоит мировые координаты но в принципе для того чтобы определить просто мы их чуть-чуть поднимем чтобы чуть-чуть было виднее ну вот так вот достаточно принципе и переключим world в скрин она сейчас у нас не отображается но это все нормально потому что она отображается на экране когда мы запускаем давайте еще сюда подадим коллизию пусть это будет капсула коллижен сфер коллижен так сфер коллизия подадим размерчик радиуса пусть будет в 100 достаточно я думаю и сделаем чтобы эта точка удалялась когда мы дойдем до нее begin overlap и соответственно когда мы когда наш персонаж подойдет к ней в данном случае я делаю каст из-за того что у меня от первого лица first person character я выбираю если у вас другой то соответственно делайте с наказ на своего и когда уже подходите соответственно вы делаете до строй так теперь нам необходим в этой метке begin play для того чтобы по сути соединяться да смотрите сейчас поставим метку вот представим что наша метка будет находиться вот здесь для чего я делаю теги нам необходимо сейчас прописать тег во первых вот у нас складочка details и весь актер открываем ее и здесь стекс добавляем плюсик пусть это будет я не знаю миссия написал напишем пусть это будет миссия какая-нибудь так для того чтобы большим количеством меток управлять нам нужно создать получается структуру во первых пусть это будет метка структуру метка структуры и создадим сюда дата тейбл выбираем метка структуры который мы только что вот создали и нажимаем ok теперь у нас есть получается таблица и структура и структура зайдем в структуру создадим ну я могу допустим создать несколько параметров пусть это будет у нас первое будет name это у нас будет имя второе это будет текстура далее здесь мы выбираем текстура 2 до 2d object reference и соответственно save можем написать имя стандартные пусть это будет метка и стандартное какое-то изображение выберем но допустим человечек и далее заходим в нашу таблицу теперь мы создаем несколько как раз таки наименований это у нас сама таблица в которой будет находиться наименование наших меток видите да у нас с ней метка постоянно везде будет но мы ее сейчас сменим name row первое будет у нас метка чтобы у нас соединение было да то есть вторая допустим это у нас пусть будет это house и третья миссия который как раз таки мы создали на уровне закинули ее здесь наименование мы можем изменить пусть это будет миссия до называться там уничтожить нежить далее мы выбираем какое-нибудь наше изображение данном случае это у нас пик метка вот допустим на второй мы пишем пусть это будет наш дом выбираем метку то есть изображение но и метка метка у нас остается стандартная пусть первое будет значение никогда не изменяемое все таблицу мы создали теперь нам необходимо векторе где мы показываю метку видите мы мы уже ее видим то есть когда мы к ней подойдем она не уничтожится все ее нету из за того что мы создали но здесь в принципе пока не смотрите у нас текста нету и соответственно вот сейчас ругается почему у этого текста нету потому что он у нас ищет по тегу и соответственно сейчас будет выскакивать проблема давайте создадим для управления дистанции да у нас не показывают дистанцию для этого мы берем виджет наш переменную вытаскиваем из нее get виджет далее мы из нее делаем каст на наш виджет виджи метка чтобы вытаскивать переменные и из нее как раз таки но также нам необходимо сразу же загружать нашу таблицу берем get data так table table row и здесь мы как раз таки давайте промоутый variable пусть это будет наш my tag мы ее откроем чтобы мы могли изменять здесь выбираем нашу таблицу ну и далее out row мы делаем break как видите у нас появилась name и текстура как раз таки в котором мы создавали в таблице теперь нам из этого виджета который мы создали виджи метка да вот это так это не то вот виджи метка где мы как раз таки вот это все создали нам необходимо вытащить то изображение которое мы будем загружать пишем get вниз прокручиваем в принципе но мы ее не заметим а вот get image 0 вот он мы даем ему set brush set brush from текстур подсоединяем и соответственно мы текстуру сюда заводим как раз таки мы подаем текстуру необходимую для отображения далее мы идем уже получается так давайте сделаем вот здесь точечку чтобы мы могли отсюда управлять ей теперь мы вытаскиваем из этого у нас есть здесь переменный тег мы как раз таки ей должны задать наш тег это будет set set tag вот как раз таки да и мы подаем сюда получается наш наш тег который мы вот здесь уже и создали мы управляем и таблицей и соответственно тегом ну и далее мы вызываем нашу получается name это у нас текст блок 1 мы пишем имя так get текст блок 1 из нее мы пишем set текст соответственно все подсоединяем и подаем наше имя текст то есть мы показываем наименование данной метки давайте посмотрим как это у нас происходит делаем сохранение так как видите да у нас name 0 и находится непонятно где зайдем потому что у нас точка привязки стоит на крае выделяем наше необходимое значение да видите выставляем все в центре изображение в центре текст у нас тоже в центре все отлично и вот что у нас получается соответственно сейчас не рассчитывается размер длина так скажем да и не пишется текст наименование это все потому что мы не задали данные метки наш тег мы его выделили но видите mytag мы не задали mytag должен сочетаться с наименованием тега который стоит здесь то есть мы создаем и сюда тег и сюда мы ставим один и тот же так и у нас снова ошибочка подождите так тег 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 давайте поставим изменения снаружи так здесь у нас все по сути правильно теперь ну такая обычная ситуация происходит из-за того что не существует тега но почему я же только написал а ну тег пропал да что такое в общем еще раз копируем вставляем так все проверили тег есть сейв вот смотрите уничтожит нежесть и соответственно 29 метров но это мы поставили ее сразу и соответственно не получается да давайте смотрите вот у нас есть персонаж допустим и для того чтобы у него создать какую-то метку вот зайдем в его виджет который сейчас показывался на экране в данном случае здесь он вот создает эту метку давайте выберем это у нас AC метка мы получается берем необходимую метку и задаем здесь теги в данном случае здесь это просто скрывает включает управление персонажем и скрывает виджет сам здесь здесь мы уже позже спауна нашей метки должны прописать set получается my tag который мы должны прописать обязательно здесь будет наименование нашей метки и здесь также также должны подать сам тег метки это который у нас основной тег является да немножко муторно но к сожалению так приходится делать здесь мы подаем make make array в данном случае так как у нас там всего лишь одна метка вот в глобальном уровне пролетим до нашей метки в глобальном уровне вот метка вот видите стоит один array нам достаточно здесь один поставить если у вас стоит несколько вы здесь должны подать несколько самих тегов и мы просто подсоединяем вот сюда то есть мы одинаково подаем и здесь и здесь давайте пусть это будет у нас миссия соединим все это сохраним и это мы в принципе удаляем чтобы она нам не мешалась она создастся где-то вот здесь я примерно расположение выбрал по локации вот точки определенные поставил да x y z она где-то там будет располагаться давайте подойдем персонажу здесь он говорит мужик мне сказали что ты ищешь всякую нежить мы знаем где и в общем пошли если нажму сюда соответственно на тег не создастся если я подойду и нажму сюда тег создастся но кстати почему-то сейчас снова у нас не определяется тегом возможно я наименование неправильно подал сейчас сейчас мы определим так таблица давайте выберем house таблица и снова ругается так здесь у нас все отлично но это проблема в теге так если поставлю давайте еще раз на всякий случай проверим пусть это будет house добавим сюда так так но проблема с house там что-то нет хотя вот тег почему-то не записывается с первого раза вот наш дом все отлично то что мы изображение поставили и то что написали наименование так почему здесь не прописалось подключение все есть так возможно смотрите у нашей метки вот этот тег да editable стоит а expose spawn не стоит давайте поставим его и проверим так наш дом все отлично да так точка создалась но опять таки не отслеживается в общем так как мы переработали то что у нас expose spawn соответственно давайте так отсюда вот она здесь появилась давайте это мы скопируем это мы отсюда удалим это мы тоже отсюда удалим соответственно здесь только spawn виджете человека был да так с наименованием минтег и мы в самом аси метка ставим добавление тега пусть это будет так set text и здесь make array так здесь мы подсоединяем это тоже сюда и вроде бы должно быть все проверяем все отлично работает все как необходимо давайте поменяем получается наименование так это это не тот персонаж это у нас я смотрел думал проблема давайте за место миссии мы напишем что у нас там есть таблица просто метка да есть так давайте не о красную рожицу поставим метки сохранить здесь мы пишем за место миссия метка подходим принимаем и соответственно у нас метка под названием метка с красной рожицей все отлично работает мы подошли она исчезла наш дом так же осталось потому что мы не подходили но есть еще нюансы что мы можем вообще отключить у этих меток но соответственно нам надо потому что это все на тике работает соответственно нам надо у этих виджетов отключать тик мод для как это сделать самый простой вариант это создать еще одну сферу коллизии с размером допустим 2-3 тысячи ну давайте я поменьше сделаю в районе 1700 соответственно если мы будем выходить из этой коллизии он просто get виджет или просто так подождите может быть просто здесь вызвать set tick set tick mode вот он давайте сравним что это персонаж выходит из коллизии если да то соответственно мы ставим disable и tick прекращается если мы поставим begin overlap то есть вхождение в коллизию мы просто получается включаем tick enable давайте проверим как это будет работать наша коллизия давайте выйдем из нее вот это коллизия вот этого предмета то есть этой метки она ведь у нас ну потому что она сразу включена давайте выключим предположительно почему зайдем в метку и сразу заранее выключим disable мы не в коллизии соответственно никаких отслеживаний этой метки нету заходим начинается отслеживание выходим так с выходом какие-то проблемы сфера 1 сфера 1 все отлично ну с выходом могут быть да реально видимо проблемы так автоматик поставим проверим нет выключение не происходит видимо на disable не получается выключать да тут здесь здесь ну здесь тогда придется сделать отслеживание дистанции от персонажа до данной метки к сожалению а сферой не получилось определить ну данные моменты это уже нюансы которые вы я думаю решите как отслеживать дистанцию до персонажа вы в принципе уже знаете это у нас вот distance to так где она distance to и соответственно вы должны определить если дистанция больше какого-то там значения соответственно мы делаем выключение кстати можно прямо здесь даже сделать на тике если дистанция здесь будет больше допустим поставить переменную типа буллин какой-нибудь и соответственно если она трубует то она будет отслеживать если false она не будет отслеживать ну здесь в общем нюансов куча если больше дистанции в районе там 3000 мы допустим это записываем как не работает если меньше то работает но и включение если мы дальше отойдем она же не будет работать видите да она не будет работать потому что здесь надо будет тоже включать это все ну и как понимаете тут нюансы такие в общем на этом все до скорой встречи всем пока